Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников. Немножко с их биографией. Эммануэль Готлип Лойце. Американский и немецкий художник. Родился 24 мая 1816 года. В 1825 году, будучи 9-летним ребенком, прибыл в США. Изучал живопись в Филадельфии. В 1850 году Лойце возвращается в Германию, где обучается в Дюссельдорфской академии художеств у Карла Фридриха Лессинга. Я зачитываю Википедию переводную. Основной темой художника в живописи стала историческая. Творчество живо. По стилю можно отнести к дюссельдорфской школе. Наиболее известное полотно Лойце «Вашингтон переправляется через Дилавер» было написано во время пребывания в Германии. Виды реки Дилавер списаны с рейнских пейзажей у города Кайзервер, ныне часть Дюссельдорфа. Длительное время Лойце возглавлял союз взаимопомощи дюссельдорфских художников. В 1848 году по его инициативе создается художественное объединение «Малкастен». В 1856 – товарищество немецких художников. В 1842 году Лойце приезжает в Мюнхен. Оттуда едет в Венецию и Рим. В 1845 он возвращается в Дюссельдорф. В это время его полотна изображают преимущественно события истории. Например, Колумб перед Высшим Советом в Саламанке, Колумб – поворот монастыря, Ланагина и т.д. В 1859 году Лойце возвращается в США, где ему было поручено украсить своими историческими картинами помещения и залы заседания Американских Конгресса и Сената в Вашингтонском Капитолии. Творчество Лойца прославлено в США за свою национальную патриотическую направленность. Умер художник 18 июля 1868 года в возрасте 52 лет в Вашингтоне. Ну вот так вкратце из переводной Википедии по американскому немецкому художнику Эммануэль Готлиб Лойце. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok